С Борисом Петровичем, фамилия не знаю, мы познакомились пару месяцев назад в аэропорту города Якутска. Я был там в командировке. Рейс в Москву задерживался на 2 часа. В аэропорту я основательно закупился местной косметикой на основе пантов оленя. Топобан называется. Для жены. Скраб, гель для душа, крем дневной, крем ночной, мыло, смесь для ванны, тоник, лосьон, молочко для тела. Кстати, очень хорошая косметика, совсем не хуже французской, а то и получше. Настоятельно рекомендую. Съел я пирожок с капустой, запил квасом, поикал, сижу, думаю про панты. Верчу в руках книжку, которую мне нужно непременно в ближайшее время прочитать и отрецензировать. А читать, если честно, лень. Чтиво, мягко говоря, специфическое. И тут подсаживается рядом ко мне веселый старикан, лет 75-80, не меньше. Слегка явно навеселе. Бодрый, подвижный, невысокий, поджарый, глаза синие, с каверзинкой. Весь розовый, с аккуратными усиками цвета лунного инея. Улыбается. Вон вы сколько рогов накупили. Супруги? Ей. Анне? Да, я опишу. А, хорошее дело, есть такая сибирская примета. Не хочешь, чтоб жена тебе рога наставила, сам ей подари панты. Вы ведь не сибиряк? Нет. Сразу видно. А как вы определили и насчет Анны? Профессия у меня такая. Вы москвич. Я уверен. И гуманитарий. Так? Точно. А что у вас за профессия, если не секрет? Теперь не секрет. Я разведчик. В прошлом, конечно. Уже 20 лет на пенсии. Полковник КГБ. Так что я все про вас знаю. Старикан заговорчески ласково улыбнулся. Ух ты! А вы все-таки гуманитарий. Типа того, филолог, преподаю, рассказики пишу для газет-журналов. Ну, тогда дарю сюжет. Такого сюжета вы нигде не найдете. Хотите? Очень. Вас зовут Владимир? Да. А меня Борис Петрович. Очень приятно. Я, собственно, что к вам, Володя, подсел? Старикан залез во внутренний карман своего пиджака, достал паспорт, раскрыл. Ой, сказал я. Паспорт был мой. Он вон там, около пантовой лавки лежал. Ну, я и подобрал. Оглянулся, вижу, вы мирно пирожок жуете. Держите. Спасибо. Не за что. И извините за спектакль. Погодите. Погодите, Борис Петрович. Ну, Владимир, Анна, Москвич, это понятно. Это есть в паспорте. А насчет гуманитария? Об этом в паспорте нету. Нету, Володя. В паспорте нету. Но, во-первых, посмотрите на себя в зеркало. У вас не лицо, а, извините, избранные труды по истории раннего французского символизма. А, во-вторых, эта книжечка у вас в руках. Опять же, извините, чистый диагноз. В руках я держал книжку под названием «Когнитивная поликодовость межкультурной коммуникации, вербальные и невербальные аспекты диалога культур». Да, пожалуй, согласился я, почему-то густо покраснел. Я вообще-то, Володя, живу в Москве, хотя родом в Сибири. А сюда, в Якутск, прилетел, потому что у меня тут правнук родился. Назвали в честь меня Борисом. Шмыгнул носом Борис Петрович. И гордо погладил лунный иний усох. Поздравляю, Борис Петрович. Спасибо. Два дня отмечали, вот сейчас улетаю. Поэтому Борис Петрович залез в другой внутренний карман пиджака и извлек оттуда плоскую овальную фляжку. Предлагаю. Нет, настаиваю. И еще раз настаиваю на побульке. За моего Борю. Тем более, что фляжку надо до полета допить. А там еще булек на шесть. Фляжка у него была очень интересная. Явно старинная. С причудливым вензелем О.Е. Кроме отвинчивающейся крышки сверху фляги, справа сбоку и слева сбоку, как бы два ушка были привинчены и еще две крышки. Все три крышки явно служили стопками. И на всех них был точно такой же вензель О.Е. Только маленький. Борис Петрович открутил две крышки сверху и слева, разлил грамм по двадцать. Интересная у вас фляжка, сказал я. Очень. Сейчас расскажу. Держите. Просит. За Борю. За Борю. Просит. Мы выпили. Очень оригинальный вкус, вставил я. Это настойка. Сами, Володя, догадайтесь, на чем. Ясно. Да все на них же, на пантах. Там еще кое-что. Травы, ягоды, грибы. Но это не важно. Очень полезная вещь. Иммунитет и так далее. Слушайте же, Володя, сюжет. Этой фляжки уже полвека. Даже больше. Я ее заказал в шестьдесят первом году, после полета Гагарина. Но Гагарин-то Гагарином. А в шестьдесят первом одному человеку, который умер на десять лет раньше, исполнилось бы девяносто лет. И человек этот был священник. Русский. Не побоюсь этого слова. Поп. Хорошее это слово. Крепкое. Поп. И не вижу я, кстати, в нем ничего оскорбительного. Поп, он же отец Евстафий, сельский батюшка из большого сибирского села Р, в моей жизни сыграл роль самую огромную и светлую. Так что этот заветный вензель О да Е не просто так. Но сначала я должен вам два слова сказать о себе. Очень коротко. Я Володя Круглый Сирота. Подкидыш. Так что Петрович я так, навскидку. Липовый я, Петрович. Я даже не знаю, в каком году родился. Где-то в начале тридцатых годов. В паспорте мне потом написали тридцать третий, но плюс-минус год. То есть, может быть, мне восемьдесят четыре, может быть, восемьдесят два. Но это не важно. Нашли меня примерно годовалом в поле, в стогу летом-то. То ли тридцать четвертом, то ли тридцать пятом году. В Сибири. В какой-то деревне. Жил я в какой-то семье. Не знаю. Не помню. Потом меня передали в другую деревню. В другую семью. Потом в третью. Сплошной туман. Места там глухие. До райцентра сотня километров. В общем, известно, что в тридцать седьмом я, наконец, попал в село Р. И меня взял к себе тот самый отец Евстафий. Сочный был поп, большой, сильный, гривастый. Лесков бы, Николай Семенович, из него все обязательно какой-нибудь сказ соорудил. К тому времени он был уже 66 лет. Попадя его несколько лет назад, умерла, четверо детей разлетелись кто куда, и жил он один. Тогда были страшные гонения на церковь. Но отец Евстафий каким-то чудом репрессий избежал. И церквушку его тоже каким-то чудом не закрыли. Хотя нрава отец Евстафий был крутого и в выражениях в адрес советской власти не стеснялся. Ленина именовал картавым обмылком, Сталина тараканом в сапоге. И ничего, пронесло. А во время войны стало полегче. Товарищ Сталин с попами помирился. И опять же чудо. Меня хотели отдать, как и положено, в городской детдом, но отец Евстафий сумел оставить меня при себе. Не отдам, говорит, дитё Микиной питаться. У него было какое-никакое хозяйство. Ел я по тем временам сытно. Отца Евстафия в селе любили. Помогали с продуктами. В эр работала школа, куда я и пошёл перед самой войной. Ну и вот. Учился я плохо. Божественные книги, не только божественные, которых у отца Евстафия было дома много, много я тайком читал. Много читал. Всё подряд. И жития Александра Невского, и как закалялась сталь, и три мушкетёров, трёх мушкетёров, ещё тот винегрет. А вот в школе всё время дрался, хулиганил. Уроки делать не любил. И получал двойки. Особенно много за поведение. Отец Евстафии, я его тятей звал, а он меня Барянка. Наказывал меня за двойки своя обычно. А, надо сказать, была у тяти одна слабость. Под старость он стал налегать на когор. Узнал он, что трое из четверых его сыновей погибли на фронте. И обмяк. Хотя внешне это вроде бы как-никак и не проявлялось. Службу он вёл исправно, но дома, как он говорил, орошал чревия. И вот. Прихожу я из школы с двойкой, а тятя уже основательно напричащался к когорчикам. Двойка? Двойка, тять! За поведение? За поведение, тять! Я кулебякину по сапатке вмазал. Резон? Он мне в карман чернил налил. Так, ну не обессудь, Барянка. Он брал священное писание, открывал страницу, ногтём отмечал. От сих до сих, книгу сию надобно вдоль и поперёк уразуметь. Учи. Не выучишь, питание в пузо не дам, а зад сполна кушаком напитаю. Я учу. А память у меня, надо сказать, была очень хорошая. Можно сказать, исключительно. Сейчас я уже памятью ослабел, даже телефона стал записывать. Возраст. Через десять минут тять, я выучил. Эх ты её, шалавник, лихо, умира попел. Ну, бубни, Барянка. Я выдаю ему всё, как есть наизусть. Лих ты назубрёшь-то. Ладно, на тебе, от сих до сих. Отец Евстафий даёт мне чуть не страницу, ставит песочные часы. Ну, гони. Я гоню. Тятя усугубляет в когорном направлении. Часы высыпаются. Я кричу. Тять, я выучил. Проверка. Всё чисто. Слово в слово. Ладно. От сих до сих выучить, где, в какой строке, какое слово. Как это, тять? А так, вот гляди, к примеру, сказать, третья строка сверху, шестое слово спереди. Или, скажем так, седьмая строчка снизу, третье слово сзади. И так, чтобы всё без изъятия. Усёк обормот. Усёк тять. Что делать? Я учу. Тятья тем временем вельми накогоревается. Я выучил. Ну, четвёртая строка сверху, второе слово сзади. Небесного. Так. Восьмая сверху, третья спереди. В. Не в, солёное твоё ухо. А в синагогах попался памятка. Не, тять, не попался. В синагогах будет уже четвёртая тять. А третья тять. В. Предлог его звать. Предлог тоже слово. Оно считается тять. Ишь ты, ушаста барянка, дырява портянка. Умиропопил, папа. Ладно, иди картошку лопай. И сахариновая кофейнетка там в салфете лежит. Баба Нюра прислала. Можешь освоить. А на следующий день я опять в драку. Двойка. Отец Евстафий в кагорном пылу ещё усложняет задание. От сих до сих все слова сзаду наперёд. Как это? А так, вот тебе на вскидку богомерзкое слово бес. Тьфу-тьфу-тьфу. Его, его совсем врага. Как сей утлы бес будет наизнанку. Сеп. Так ему хвостатому. Давай переиначивай. От сих до сих. Я учу. Тятя окагуривается. Тять. Выучил. Ну, Барянка-барзянка, держись. Вторая строка сверху. Третье слово сзади. Сзаду наперёд. Янис. Так, Синай. Верно. Четвёртое снизу. Второе спереди. Вали наизнанку. Эээ. Что? Эээ. Прокололся? Нет, Тять. Сейчас. Ээ. Эээ. Эээнэ. Эээ. Воксот. Сеш. Тять. А что такое жестоковыйное? Кою шею свою во вражию упряжь негнут. Вот же ж, как ты. Какая у меня Барянка растёт. Жестоковыйное. На следующий день я опять несу двойку. Снова здорово. Выучить задом наперёд все строчки от сих до сих. Выучить все буквы сверху, вниз и наоборот, выучить все слова по номерам на странице и так далее. Так со мной тятя развлекался лет пять, пока я вдруг не стал истово учиться, сразу после войны. А что, память свою я так надрессировал, страницу задом наперед за пару минут заучивал. Да и вообще так бывает. Вчера шпана сыроштанная, завтра отличник. Закончил я школу на все пятерки. Пошел в армию. В армию мне пришло письмо отец Евстафий скончался в пятьдесят первом, в возрасте восьмидесяти лет. Похоронили тятю. Всем селом хоронили. Бабы, говорят, выли. И собаки тоже. Давайте-ка, Володя, помянем его. Огромной был души, тятя мой. Несоразмерной. Ничему души. И нет, скажу я вам, Володя, чуднее и чуднее и чуднее на свете человека, чем такой вот простой русский попу. Слава русскому попу. Вот что я вам скажу. Слава попу. И царствие небесное тяде моему отцу Евстафию мы, не чокаясь, выпили. Ну и вот, продолжил Борис Петрович, отслужил я армию, поступил в военное училище, там меня заметили, кому надо. Потом разведка. И какое же было мое удивление, Володя, когда в этой самой разведшколе преподаватели, помимо, конечно, всего прочего, стали проделывать с нами, будущими разведчиками, то же самое, что и тятя мой со мной. Правда, не на священном писании, конечно, а на газетах и романах и Бескогора. А так, та же песня. Третья снизу, строка наоборот. Ну, потом я учился в академии. Дальше все как положено. Явки, пароли, резидентуры. Во многих странах работал. Но это я вам как-нибудь потом расскажу. Лет через тридцать. Улыбнулся он, огладив усы. Давай-ка допьем фляжку, а то скоро посадка. Он разлил, мы выпили. Борис Петрович подумал, сказал, «Да, ровно шесть булек. Странная штука жизнь. Я вот сирота-подкидыш, поповский пасынок и чекист-коммунист. А не был бы сиротой, не стал бы пасынком поповским. А тогда писание бы вдоль и поперек не уразумел. А не уразумел бы, не стал бы полковником разведки. Точно знаю, не стал бы. В общем, «Индопсок» «Итуб» «Эми-де-воп-си-энд» «Уфт-се-че-то» «Ужулс» «Нима» «Что?» «Неисповедимы, говорю, пути Господни. Служу Отечеству. Аминь». «Пойдемте, Володя. Скоро посадка». В самолете мы сидели в разных частях, я в хвосте, Борис Петрович в голове. Весь полет я проспал. После посадки в Домодедово я потерял Бориса Петровича из виду. Наверное, он быстро ушел вперед. Больше я его не видел. А со мной остался его сюжет и мой паспорт, который благодаря Борису Петровичу я не стал подкидышем. Не стал подкидышем. Извините. На этом все. Это рассказ Владимира Иллистратова, замечательного писателя. Канал Веб-Рассказ. До свидания. Продолжение следует...